Чтобы зайти в подъезд, придется преодолеть целую полосу препятствий. В доме нет подвала, поэтому при засорах все содержимое канализационных труб идет прямиком в квартиры, либо в общий подъезд, жалуются жильцы. Говорят, такая картина здесь уже далеко не в первый раз. Вот эти протечки канализации уже на моей памяти за два года третий раз в данный момент. То есть это уже невозможно, извините за выражение запаха. Короче, не весело, скажем так. Там у нас прямо текло, в прямом смысле этого слова. Мы разгребали долго-долго очень уперно. Там гейзер был, в прямом смысле этого слова. Из унитаза, из ванны, из раковины на кухне, везде. То есть ни посуду помыть, ни помыться, то есть не в туалет нормально сходить. Мы, извините, бегали, кто во двор. Все это здесь происходило всего месяц назад, жалуются люди. И вот опять. Говорят, пока канализационные стоки добрались лишь до подъезда. Но если проблему экстренно не решить, ситуация может повториться, беспокоятся жильцы. Люди неоднократно обращались к коммунальщикам, но пока тишина. Такие у нас протечки постоянно. Получается, я живу на третьем этаже, у нас регулярно нет холодной воды. В плане того, что если вода отключена, значит, получается, у людей засор. Люди бегают у нас, получается, постоянно с ведрами. Ну, не ремонт, ничего они не могут сделать на первых этажах. Это вообще не... Об этом даже говорить и речи не может быть. Сейчас, в последний раз, это было месяц назад, сидели где-то недели две без воды. Потому что люди, получается, отключают воду, в плане того, ну, чтобы их не заливало. Вот, обращались мы сначала в аварийную компанию, куда мы только не обращались, на наши вопросы всегда был один ответ. То ваша заявка принята, то нас через пару часов звонишь, а по вашему адресу заявки не было. Но это именно в аварийке так всегда говорили. Жители жалуются, в доме ужасный запах и сильная влажность. Как итог, появились крысы и тараканы. Говорят, в последний раз здесь причищали трубы месяц назад. Но от этого легче не стало. Почистили так, что теперь к людям вода не идет. Она идет, не знаю куда, из-под земли у нас, получается, она вот здесь теперь выходит. Все, вся эта канализация. И, получается, дома вообще невозможно находиться. Здесь постоянно парит, двери открыты. Батарея сейчас все вымерзнет. И что дальше мы будем делать, я даже не знаю. По словам жильцов, состояние коммуникации в самом доме также оставляют желать лучшего. При этом даже лопнувшую трубу коммунальщики до сих пор не заменили. Жители уже не знают, куда обращаться за помощью. И просят вышестоящие организации подключиться к решению всех этих вопросов. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова